Главный финансовый документ страны Сверстан. Государственная Дума России накануне рассмотрела его в первом чтении. Какие сферы и отрасли в приоритете? Мнение политических партий о бюджете на 2020-2022 годы узнали наши корреспонденты и об этом расскажут в сюжете далее. Первое чтение самое важное и принципиальное. Оно определяет основные параметры, поменять которые потом будет нельзя. Бюджет на предстоящие три года называют социально ориентированным, потому что правительство обещает масштабное увеличение расходов на здравоохранение, образование, охрану окружающей среды, культуру и спорт. Приоритеты реализации национальных проектов и послание президента парламенту. На реализацию нацпроектов пойдет 2 триллиона, это на 200 миллиардов больше, чем сейчас. Речь идет о развитии инфраструктуры, социальной сферы, повышении качества жизни. Другая особенность этого бюджета, государство заработает больше, чем потратит, почти на триллион. Это называется профицит, своего рода подушка безопасности, которая поможет обеспечить стабильность всей экономики. Но позиция, как всегда, с таким осторожным подходом кабинета не согласна. Надо тратить больше. Есть идеи и насчет дополнительных доходов. Это введение нормально работающего налога на роскошь, на дополнительное и, скажем так, сверхпотребление. Нужно налоги взимать не с потребителей и не с производственников, а с большого и дополнительного капитала, и в том числе с наших многочисленных компаний-монополистов. Что надо? А. Провести через референдум национализацию базовых отраслей. Б. Уже перезрел вопрос. Ни в одной стране двадцатки нет непрогрессивной шкалы подоходного налога. Только у нас. Уже много лет говорим, монополия, алкоголь, табак и сахар. Не хотят. Самый потребляемый продукт. Поднимите, хотя бы в руки государства возьмите эту отрасль, чтобы там была качественная продукция. Это же 30 процентов. И царь получала советская власть. Вместе с проектом бюджета Дума примет постановление об эффективном расходовании средств. Важно, чтобы деньги поступали вовремя. 1 января все регионы подпишут соответствующее соглашение с Министерством финансов. И, соответственно, деньги, мы надеемся, в январе уже будут поступать в регионы. Второй вопрос, который мы обозначали, обозначили сейчас постановление, это вопрос привлечения инвестиций в регионы. Но основная работа над бюджетом в Думе еще впереди. В ноябре второй чтение. Деньги будут распределяться по разделам и статьям. Субтитры создавал DimaTorzok